МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. О капитальном ремонте и не только глава Чуваши Михаил Игнатьев побывал в Урнарах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ярче, спортивнее и доступнее. В Чебоксарах обсудили концепцию благоустройства залива. Мода на все времена. В Чебоксарах прошел фестиваль национальной моды, дизайна и ремесел Чувашия Многоликая-2018. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова провела селекторное совещание с регионами в режиме видеоконференции. В повестке реализация ведомственной программы по созданию в регионах дополнительных мест для детей до трех лет. Также организация новых ясельных мест в рамках нацпроектов образования и демография. По словам Татьяны Голиковой, несмотря на то, что программы реализуются только с этого года, уже видны позитивные изменения ситуации благодаря активной работе регионов. На улицах поселка должен быть наведен порядок. Такое поручение вурнарским властям дал глава республики. Михаил Игнатьев приехал в районный центр, чтобы проинспектировать ход капитального ремонта домов и местной больницы. Попутно руководитель посмотрел, в каком состоянии находятся дворовые территории. Подробности у Дмитрия Ковалева. Уже вот сейчас ветки, скоро, потом ледяной налет будет, или еще что-то снегом, она вот так будет, кабель, кабель борвется, потом люди без света останутся, и ряд других вопросов возникает. Машины так безобразно вообще не должны стоять. Из окон этого дома открывается весьма неприглядный вид. Заросли клёна, нескошенная трава и уже давно заброшенная постройка. Хотя буквально в пяти минутах ходьбы отсюда располагается вокзал. Такие дворы, отметил глава региона, облик районного центра не красят. Возникает резонный вопрос, неужели этого не видят сами жильцы и местные власти? Ведь провести субботник совсем не трудно. Когда будет сейчас сделано? Разберемся. Месяц. Месяц? Хорошо. Пронимается. А вот такие фото глава региона опубликовал в своем инстаграме. К сожалению, даже беглого взгляда на территории муниципалитетов достаточно, чтобы понять, что не все организации справляются с уборкой мусора. На фото дворы города Чебоксары и города Новочебоксарска. В ближайшие годы предстоит реализовать и масштабную программу капитального ремонта домов. В Урнарах в плане на этот год 10 адресов. Сколько сейчас работ сделано? Так, из 10, 7. Закончили, 3 нет. А они когда завершат по контракту? До конца, до ноября. До конца ноября должны были. Сейчас, в октябре? Да. Отставание есть или нет? Есть. Отставание есть? И когда завершат? Ну, предполагается, что... Говорят, они обещают, что в срок. Наш представитель, начальник округа, всегда участвует в приемке. Если претензии есть, мы представляем. По качеству ремонта. Но депутатов мы всегда задачивали, депутатов надо тоже подключать. Общественный контроль тоже подключаем. Партийный контроль, депутатский контроль. В этом доме уже заменили электропроводку и отремонтировали кровлю. Предстоят и другие работы. Глава региона указал на плачевный вид подъездов. Повсюду торчащие провода, не говоря уже о грязи и паутине. Сколько лет? Рука не дата наградовала сюда никому. Спрашивать надо, и людей надо мобилизовывать. 21 лет и живем. Глава региона проинспектировал и ход капитального ремонта в районной больнице. В стационаре уже установили пластиковые окна и заменили коммуникации. Сейчас подрядчики благоустраивают фасад. Сдать работы обещают в начале ноября. Все недоделки мелкие, которые Николай Антонович замечания нам дал. По двум этажам все это хотим закончить, все завершить. Рабочей силы хватает? Конечно, все хватает. Рабочей силы все работают. Жители как отзываются? Хорошо. Довольно наоборот. Ох, как светло, красиво. Мы с больным же разговариваем. На модернизацию стационара была выделена более 10 миллионов рублей. Сейчас светло, чисто. Надеемся, что лучше будет. И условия труда, и для пациентов условия лучше будут. В целом состояние здоровья, если жители, которые сюда приходят, она как, улучшается? Или чувствуется, что ухудшается? Нет, улучшается. В поликлинике района Михаил Игнатьев поговорил с пациентами и врачами. Главу региона интересовало, как налажена связь с ведущими медцентрами Чебоксара. Допустим, у него давление повышено. Вы, соответственно, не можете ему сказать, как дальше лететь. Вот вы можете, кардиологический сейчас, наш, оригинальный, республиканский, который на Гладковых, связь есть? Консультируется? Конечно, да. А? А как вы, детки? Госпитализация. На 1 ноября. Это еще терпимо. В следующем году ремонт районной больницы продолжится. Для правительства региона это приоритет. В бюджете необходимая сумма заложена. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. С начала года в Чувашии погиб 41 младенец, причем все малыши были здоровые. Власти республики всерьез обеспокоены ситуацией и усиливают межведомственное взаимодействие для профилактики подобных трагедий. Один из последних случаев произошел в столице Чувашии по улице Богдана Хмельницкого, где обнаружили тело новорожденной девочки. В кратчайшие сроки установили подозреваемую в убийстве. Ею оказалась 17-летняя студентка, которая разила ребенка и выбросила в мусоропровод. В результате девочка скончалась. Это уже третий случай убийства ребенка за год. На 1 октября 2018 года 41 ребенок у нас погиб от внешних причин. Поэтому мы обратились в следственный комитет, инициировали это совещание. Совместное следственный комитет поддержало для того, чтобы в перспективу принять совмешенные решения вместе с органами местного самоправления для того, чтобы профилактировать вот эти внешние смертности от внешних причин. Что толкает женщин на преступления, сложные жизненные ситуации или финансовые трудности? Если причины только в этом, то ведь есть возможность оставить нежеланного ребенка в больнице. И к стации вокруг столько семейных пар не могут стать родителями. Вполне возможно, что этот ненужный ребенок окажется очень нужным. Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике выступает с инициативой необходимости проработки вопроса развития в Чувашской Республике системы бэйби-боксов. В случае наличия таких условий у матерей, у которых в силу различных жизненных обстоятельств и причин отсутствует возможность заниматься воспитанием ребенка. У таких матерей будет возможность от него отказаться и передать органам государственной власти для последующего развития и воспитания. Еще одна причина младенческой смертности невнимательность взрослых, особенно молодых родителей. Эта тема чрезвычайно актуальна. Дело в том, что я думаю, что для родителей нужно запомнить две простых вещи. Первое, это что младенец, маленький ребенок не должен оставаться без присмотра. Они должны понимать, что даже короткое время, когда ребенок остается без присмотра, может случиться беда. И второй момент, это создать безопасную среду окружающую для младенца. Как ухаживать за младенцем будущие мамы учатся еще до родов. В этом им помогают участковые педиатры. Они же и проверяют условия, в которых будет жить младенец. Важно обеспечить безопасность ребенка во время сна, во время бодрствования, во время бодрствования, тем более, ведь дети очень активные и с каждым днем двигаются все больше и больше. Поэтому всегда стараемся обеспечить безопасность ребенка, следить за ребенком. В Минздраве республики предложили ввести систему контроля за беременными и обязать будущих родителей обучаться в школе для молодых пап и мам. Бывшему первому заместителю физической культуры и спорта республики вынесен очередной приговор. Алексея Яковлева признали виновным в незаконной рубке леса под строительство биатлонного центра. Следователи установили, что именно Алексей Яковлев поручил выдать разрешение на вырубку леса подрядным организациям. Хотя чиновнику было известно, что проводить работы без заключения Министерства природных ресурсов запрещено. Под строительство биатлонного центра от деревьев очистили участок в 20 гектаров. Ущерб республики превысил 10 миллионов рублей. Алексей Яковлев заведомо знал о том, что отсутствует какое-либо положительное заключение Министерства природных ресурсов и экологии Чуваши на вырубку лесных насаждений под биатлонную трассу. Суд, с учетом мнения государственного обвинения, согласился с предъявленным обвинением и признал Яковлев виновным в совершении данного преступления. С учетом того, что Яковлев ранее уже осужден приговором суда по иному преступлению и уже отбывает наказание в виде лишения свободы, суд определил ему окончательно наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также после отбытия основного наказания Яковлев будет запрещено занимать должность в государственных учреждениях на срок три года. Сделать Чебоксарский залив ярче, спортивнее и доступнее. Такие идеи звучали во время публичного обсуждения дальнейшего развития территории залива. Концепцию благоустройства обсуждали не только члены общественных организаций, архитекторы, искусствоведы, предприниматели, но и неравнодушные горожане. Участниками встречи стали специалисты из Москвы и Нижнего Новгорода. В течение нескольких часов участники генерировали свои идеи. Чтобы работу была более эффективной, создали мини-группы. Мы разбились на команды. В каждой команде был архитектор и мы отвечали быстро в режиме быстрых мозговых штурмов на вопросы, какие есть у территории плюсы, какие есть проблемы, какие есть негативные сценарии на территории, это когда что-то плохое там происходит, какие позитивные. А дальше мы размещали на территории залива те функции, которые люди хотели бы там видеть, но их сейчас там нет. К примеру, многие хотели бы, чтобы на заливе появилась современная спортивная площадка, где можно заниматься разными видами спорта, причем в любое время года. На территории залива был скейт-парк, и это была точка подвижения для очень многих молодых людей со всего города, которые приезжали туда, ознакомились, дружили и развивались вместе. Мне кажется, вот это то, что будет очень круто реализовать сейчас, особенно сейчас, потому что это очень популярный вид спорта, олимпийский вид спорта, и он легко доступен для детей. Мы хотим развить наш склон, горнолыжный у нас потом правительство с прошлого сезона канатная дорожка, там пункт проката, хотим больше света, больше мест, где люди могут посидеть, посмотреть и участвовать в катании. Многие считают, что залив должен иметь и художественную ценность. Очень уместно там будут некие арт-объекты. Пришла замечательная идея по благоустройству Московской набережной и залива после того, как летом прошел первый всероссийский в Чувашии пленэр. Приехали ведущие художники к нам в город, нарисовали в честь дня города картины замечательные, подарили городу, и пришла такая замечательная идея, почему бы не выставить все эти работы по набережной и по заливу в стеклянном тенде под ключ, чтобы постоянно, вне зависимости от погоды, дождь, холод, зима, люди могли гулять и смотреть на эти замечательные работы. Отдельно поговорили об освещении. Многие сошлись на том, что залив нуждается в дополнительной подсветке, ведь в темное время суток в лучах искусственного света эта территория заиграет новыми красками, станет намного привлекательнее и интереснее. Все эскизы и предложения по использованию территории залива рассмотрят специалисты. Историческая часть города будет благоустроена с учетом мнения горожан, отмечают в столичной администрации. Методика проведения такого общения, такого диалога с горожанами, я думаю, будет дальше расширяться и внедряться в практику работы с населением по благоустройству общественных территорий города. Пришли историки, пришла молодежь, которой тоже интересно это пространство и, видимо, в скором времени мы увидим уже результат. А какой будет результат, покажет время. Галина Титарчук, Республика. К зиме готовы чебоксарские дорожники показали, как будут убираться столичные улицы в грядущем сезоне. Автогрейдеры, снегопогрузчики, тракторы. Обслуживать чебоксарские дороги будут 90 единиц спецтехники. Проверена была каждая машина. Мы буквально в течение двух месяцев полностью занимались техническим состоянием нашей техники и, естественно, все ремонтные работы мы произвели в срок. В сегодняшний день разыгрываем конкурс по приобретению бульдозера на песчано-соляную базу. Где-то в конце ноября будет определенный победитель и поставка будет где-то в первом декабре. Горячий паре готовы и водители. Переинструктаж сезона. Начинается сезон, но это обязательно порядок. И сразу по технике безопасности при езде, при рабочем месте, то есть сидишь, как технику обслуживаешь. Обязательно меня рассмотрим утром, в который технику приходишь, заводишь, проверяешь все. это повороты, всякие фары, фонари и система, как крутится. Для борьбы с гололедом дорожное предприятие закупило 45 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 400 тонн реагента Бионорт. На работу в усиленном режиме дорожные службы перейдут с 1 ноября. В Чебоксарах отметили день памяти выдающегося деятеля культуры, педагога и ученого Ивана Яковлевича Яковлева. Патриарх ушел в 1930 году, но его имя навсегда вписано в историю не только Чувашей, но и России. Традиционно потомки и последователи Ивана Яковлевича Яковлева встречаются 23 октября в сквере перед Национальной библиотекой. Имя Ивана Яковлева, чувашского просветителя и миссионера, известно далеко за пределами его малой родины. Это был человек поистине нескончаемой энергии и большого таланта. Его усилиями чувашский народ не только открыл путь к образованию, но и заговорил на своем языке, на бумаге. Тем более приятно, что об этом помнят и школьники, и студенты, и люди старшего поколения. Мы все знаем, что Яковлев внес большой вклад в развитие чувашской письменности. У нас существует музей в Чувашском государственном педагогическом университете. Мы туда входим, мы являемся общественными организаторами этого музея, мы рассказываем, проводим мероприятия там, знакомим с биографией и творчеством нашего великого Яковлева. Он, конечно, для всех для нас большой пример служения своему народу. И даже можно сравнить, как говорят Пушкин, это наше все для русской литературы, то Иван Яковлевич Яковлев, конечно, это наше все, это наше солнце, которое освещает в общем-то путь и в искусстве, и в литературе, и в культуре чувашского народа. В течение всего года по всей республике вспоминали имя великого сына Чувашии. В апреле мы отметили 170 лет со дня рождения выдающегося просветителя. Этот год особенный для нас, это 170-летие Ивана Яковлевича Яковлева в республике и регионах Российской Федерации. Прошли много разных мероприятий. Это встречи, это торжественные мероприятия, посвященные праздничным, юбилейному году Ивана Яковлевича Яковлева. Наши делегации побывали и в Ашкортостане, и в Татарстане, и Ульянской области. В числе самых интересных событий Всероссийские Яковлевские чтения, Международная олимпиада по чувашскому языку, научно-практические конференции, праздник Чувашской детской книги. В Чебоксарах состоялся третий фестиваль национальной моды, дизайна и ремесел Чувашия Многоликая 2018. В Доме Дружбы Народов Республики собрались ведущие художники, модельеры, мастера народных промыслов со всей республики. Мода на все времена. Так коротко можно охарактеризовать показ национальной одежды на фестивале. Старинные костюмы прошлых веков органично смотрелись на фоне современных стилизованных нарядов. Тон задавала коллекция фабрики Пахатери. Часть из них – уникальные образцы, хранящиеся в фондах предприятия. Необычайно широким фронтом выступили и молодые модельеры, причем они показывали не только одежду, аксессуары тоже выполнили в этнических мотивах. К празднику моды присоединились и фольклорные, и творческие коллективы. Особым украшением стали гвардейский казачий народный ансамбль «Раздолица» и казачий хореографический ансамбль «Станица». Чуваша Многоликая стала не просто модным показом, а превратилась в сценическую площадку, которая объединила самых творческих людей со всей республики. Тех, кто старается сохранить и передать следующим поколениям многовековые традиции своего народа. Встретить человека на пробежке ранним утром – это уже не редкость, а повседневность. Начинать день с физической активности предпочитают кто в одиночку, кто всем коллективом. Сегодня, например, на стадионе «Энергия» были замечены депутаты столичного собрания. Начинаем утро с позитива, несмотря на то, что дождик. Утренняя корпоративная гимнастика, место сбора – стадион «Энергия». В едином порыве и на одной спортивной волне под 3-4 разминаются городские депутаты, работники региональной общественной приемной «Единой России» и активисты «Молодой гвардии». В городе Чебоксары с 2014 года в каждой школе в 7.50 делается утренняя зарядка. И все школьники у нас начинают занятия не в 8 часов, а в 7.50. Ну, я сама лично начинаю каждое утро с пробежки, с утренней, чего и желаю нашим всем жителям. Большинство столичных парламентариев начинают день с физкультуры, а коллективно это делать и веселее, и легче. Поэтому раз в неделю устраивают совместные утренние тренировки. Пробежать 800 метров по стадиону – не проблема. Последовательность, преемственность, которые показывает нам глава республики. Поэтому мероприятие очень важное, очень значимое, это и сплачивает. И были и шутки, были и смех. Спорт поддерживают не только личным участием, но и другими делами. Многие депутаты помогают организовывать спортивные соревнования и праздники для детей. Успешно работают и масштабные проекты. На территории Чувашьей Республики реализуется федеральный спортивный проект «Единая Россия. Детский спорт», по которому строятся спортивные залы при общеобразовательных школах на территории всей Чувашьей Республики. Тем самым мы даем возможность на всей территории Республики создаем условия для занятий спортом детям, школьникам, юношам, которые проживают на территории сельской местности. Но все же начало-начал это личный пример. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова